Добрый вечер! В эфире информационная программа «Факт» с новостями к этому часу. Президент Нурсултан Азарбаев считает мир и согласие главным сокровищем Казахстана, которое удалось сохранить на протяжении всех 25 лет независимости. Мир и согласие – главное сокровище. Мир, согласие, стабильность – наше золотое достояние. И это главное сокровище всех 25 лет независимости, сказал Нурсултан Азарбаев сегодня в Астане, открывая фестивали этнокультурных объединений Ассамблей народа Казахстана «25 лет мира и согласия». Государство постоянно и широко поддерживает все этнокультурные объединения, финансирует школы, обучает родному языку, подчеркнул президент. Назарбаев отметил, что газеты и журналы в Казахстане публикуются на 15 языках. А в театрах идут спектакли на семи языках. В Казахстане это настоящая реальность, чего нет в других странах, отметил глава государства. Более 40 хозяйств в Сибейском регионе Восточно-Казахстанской области оказались в снежном плену. Есть угроза массового падежа скотам, сообщает Кастак. В нескольких сельских округах объявлена ЧАЭС природного характера местного масштаба. Хозяйства испытывают нехватку корма для домашнего скота. Обильный снег, затем дождь привели к тому, что образовалась корка льда. Животные на пастбищах не могут пробраться к корму, сообщили в Акимате Семея. По информации властей, на ликвидацию чрезвычайной ситуации из городского резерва выделено 15 миллионов сенья. Осужденный за финансовые преступления глава Союза журналистов Казахстана, руководитель национального пресс-клуба Ситказы Матаев может попасть под амнистию, сообщили в Генеральной прокуратуре. Если посмотреть по тем статьям, за которые осужден Матаев, он может попасть под амнистию, пояснил представитель надзорного органа. Кроме того, Ситказы Матаев может попасть под амнистию с учетом его возраста. Сегодня апелляционная коллегия городского суда Астаны оставила в силе основной приговор главе Союза журналистов Казахстана и его сыну, гендиректору информагентства Кастак Асету Матаеву. Сенат парламента Казахстана сегодня на пленарном заседании принял закон об амнистии в связи с 25-летием независимости Республики Казахстан. Документ направлен на подпись главе государства. Амнистия распространится на несколько групп осужденных. Это лица, совершившие уголовные проступки и преступления, небольшой и средней тяжести, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления. Последним предлагается сократить наказание на одну пятую неотбытую часть наказания. Предполагается, что в целом амнистия коснется порядка 28 тысяч осужденных. Полторы тысячи выйдут на свободу из колонии. В селе Калачи Акмолинской области от укуса лисы пострадала местная жительница. Как сообщили в районном Акимате, лиса укусила ее за палец. Женщина проходит лечение. Одной из причин лисьих набегов на село стало безлюдие. В населенном пункте, ставшего известным из-за так называемой сонной болезни, остались всего 17 семей. Остальные переселились в новые дома в городах Есиль и Державинск Жаркаинского района. Пострадавшая женщина – одна из тех, кто отказался от переселения. О событиях в Актюбе вы узнаете после рекламы. Не переключайтесь. Два месяца ареста. Актюбинская фемида определилась с мерой пресечения в отношении Нурлана Каскенова и Бауржана Батырова. Они были задержаны в рамках спецоперации, проведенной 7 декабря на базе Актюбинского НПЗ, и подозреваются о хищении нефтепродуктов в особо крупном объеме. Адвокаты просили для них избрать в качестве меры пресечения подписку о невыезде и залог. Однако следственный судья Зинаида Шмирова удовлетворила ходатайство прокурора, который настаивал на аресте. Начались первые аресты по делу о хищении нефтепродуктов на Актюбинском НПЗ. На скамье подсудимых два человека – 47-летний Бауржан Батыров и 41-летний Нурлан Каскенов. По этому делу они проходят как водители транспортных средств, с помощью которых осуществлялся вывоз нефтепродукции. Им предъявляются обвинения по двум статьям Уголовного кодекса «Незаконная транспортировка нефти и участие в деятельности ОПГ». «Каскенов и Батыров обвиняются в том, что в составе преступной группы, в отсутствии разрешительных документов, они транспортировали нефтепродукты в особо крупном объеме. Затем эту продукцию они развозили по мелким АЗС. Уважаемый суд, Каскенов и Батыров совершили преднамеренное правонарушение в отношении имущества и общественного порядка. Прошу арестовать их». В результате оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что Каскенов и Батыров с еще несколькими людьми вывозили и продавали нефть по цене 35 тысяч тенге за кубометр. Всего ими было продано 40 кубометров нефтепродукции. Но свою вину обвиняемые не признают и просят отпустить их на свободу. «Я прошу, чтобы меня отпустили. У меня пятеро детей. Я единственный кормилиц в семье и готов нести залог. Под расписку отпустите». После долгого совещания судья все же вынесло постановление об аресте. Два месяца в следственном изоляторе в отношении каждого подозреваемого. Кристина Вейцелем, Жан Молдобеков, программа «Факт». Более 9 миллионов тенге заплатили местные полицейские за выкуп оружия у актюбинцев. Так, в рамках республиканской акции по выкупу у населения незарегистрированных предметов вооружения в подразделении ДВД было сдано 198 единиц оружия, 627 патронов к нарезным свалам и более 34 килограмм взрывчатых веществ. «В текущем году в рамках оперативно-профилактических мероприятий ХАРУ были охвачены проверки по месту жительства все владельцы гражданских оружий. Кроме этого, выявлено 331 административных правонарушений. Из них 227 за правила ношения и хранения оружия, 74 за нарушение правил регистрации и перерегистрации, а также 30 за нарушение незаконного хранения гладкоствольных оружий». К словам полицейских, акции по выкупу оружия позволят снизить незаконный оборот вооружений. Это поможет предотвратить множество преступлений, связанных с применением огнестрельного оружия и взрывчатки, в том числе террористических актов. Акция продлится и в следующем году. На выкуп огнестрела из республиканского бюджета для Ак-Тубе уже выделено около 6 миллионов сенье. В начале января следующего года казахстанцев ожидают 4 праздничных дня. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения и социального развития. Согласно закону о праздниках в Республике Казахстан, при совпадении выходного и праздничного дней, выходным днем является следующий после праздничного рабочий день. Таким образом, учитывая, что 1 января приходится на воскресенье, выходной день переносится с воскресенья на вторник. Соответственно, на Новый год казахстанцы будут отдыхать с 31 декабря по 3 января. Круглый стол, посвященный всемирной кампании борьбы со СПИД, провели сегодня медики. Его участниками стали не только люди в белых халатах, но и курсанты военного института сил воздушной обороны, студенты юридического института и представители молодежного ресурсного центра. В данный момент в области зарегистрировано 376 ВИЧ-инфицированных человека. В месяц до четырех новых случаев ВИЧ-инфицирования. Неутешительные цифры приводит медицинская статистика. В нашей области сегодня проживают 376 людей с положительным ВИЧ-статусом. И если несколько лет назад это были преимущественно наркозависимые, то сегодня картина кардинально меняется. Основное количество зараженных – успешные люди. Неразборчивые сексуальные связи сегодня – главная причина заражения. Во время эпидрасследования выясняется, что не один половой партнер, несколько половых партнеров. Даже бывают такие случаи – случайные половые связи. Это часто встречается знакомство через интернет-ресурсы. Бывает даже во время расследования для выяснения источника инфекции не могут сказать даже полных данных. Неконтактных номеров, например, могут только назвать имя, что усложняет проведение эпидрасследований. Регулярные обследования и своевременная терапия сегодня позволяют ВИЧ-инфицированным жить наравне со здоровыми людьми. Вирус иммунодефицита человека – это хроническое инфекционное заболевание, при котором в первую очередь поражаются иммунная и нервная системы. Основным лечением является антивирусная терапия. Раннее выявление важно, чтобы ВИЧ не перерос в СПИД. Хотелось бы отметить, что в эпидситуации регистрация ВИЧ-инфекции наблюдается среди молодежи в возрасте от 20 до 29 лет. Этот показатель такой же, как и при республике. Ну и главным способом борьбы с распространением ВИЧ-инфекции сегодня является информирование населения. Ведь вирус иммунодефицита человека – это не та болезнь, которая передается воздушно-капельным путем. А значит, человек может и должен контролировать ситуацию. Говоря о географии вируса иммунодефицита человека, в области необходимо отметить Храмтауский и Мартугский районы. Здесь проживают немалое количество ВИЧ-инфицированных. Также и в списке антилидеров районный центр Батамша Каргалинского района. Лиза Ацакива, Алимжан Молдобеков, программа «Факт». Продуктовый пакет от предпринимателей сегодня получили более 400 актюбинских пенсионеров. Подобная социальная поддержка оказывается пожилым людям, пенсия которых ниже минимального уровня – 25 824 тенге. Инициатором акции выступил Аким области Бердобек Сапарбаев. Пакеты с продуктами выдавались посписочно в социальном магазине коммунального рынка «Табыс». В честь 25-летия независимости Республики Казахстан в городе Актюбе проводится ряд благотворительных акций. Одна из них – социальная поддержка пенсионеров. Получатели пенсии ниже минимальной. Минимальная пенсия в 2016 году составляет 25 824 тенге. Инициатором этой акции благотворительной является Аким Актюбинской области Сапарбаев. Предприниматели города крупные изъявили желание оказать помощь получателям пенсии ниже минимальной. По словам представителей Центра социальной помощи, в начале месяца городской центр выплаты пенсии предоставил список пенсионеров, нуждающихся в подобной помощи на 3333 человека. Пока что продуктовые пакеты получили 433 пенсионера. Наборы включают в себя 6 наименований продуктов. Это рис, сахар, чай, подсолнечное масло, макароны и молоко. Актюбинские чиновники сегодня чествовали земляков, которые стали участниками декабрьских событий 1986 года. Патриотов страны пригласили в здание городской администрации, где Аким Ильяс Испанов поблагодарил их за героизм и отвагу и вручил памятные медали Жильтухсаннен от Эсжилдага. 16 декабря 1986 года Актюбинка Гульсум Амантаева лично принимала участие в массовых волнениях студенческой и рабочей молодежи Алматы. На площадь республики тогда вышли сотни мирных граждан, мечтавших о независимости, свободе и равенстве. Повсюду звучала песня Шамши Калдаякова «Нынешний гимн страны». Я была студентка пятого курса педагогического училища. К нам в общежитие пришли подруги из соседних учебных заведений, и мы вместе пошли на площадь. Звучали патриотические песни. Они придавали нам смелости и гордости за свой народ. После общежития закрыли на три дня. Мы словно отосначнулись. Зима 1986-го выдалась нелегкой в моральном плане и для Амангали Таганьязова. После митинга 20-летнего парня, служившего тогда в одной из военных частей Южной столицы, обвинили в национализме и заключили под стражу. Кошмар длился три долгих месяца. Актюбинец признается, что не любит вспоминать события тех дней. Слишком уж больно об этом говорить. Сегодня на приеме у чиновников побывали 10 участников декабрьских событий. Аким города Ильяс Испанов поблагодарил их за героизм и вручил памятные медали Чельтохсанаму от Желдага. Кануне 25-летия нашей независимости государство обратно перелистало всю историю, взяли самые важные моменты. И одним из важных моментов сегодняшнее наше награждение никто не забыл, никто не забывает. И думаю, что то, что мы сейчас достигли, это вплоть до того, что мы вместе работаем, ваши заслуги. Порьба молодежи за самоопределение народа, его конституционные права расценивалась как проявление национализма. Из 30 тысяч участников декабрьских демонстраций правоохранительными органами были задержаны 8,5 тысяч человек. Более 2 тысяч взяли под стражу, столько же парней и девушек получили различные ранения. Айсул Махмутова, Алексей Уразов, программа «Факт». Награждение граждан, внесших весомый вклад в реализацию антикоррупционной политики, состоялось сегодня в Актюбе. Мероприятие было посвящено Международному дню борьбы с коррупцией. Но даже среди отличившихся, организатор Департамент по борьбе с коррупцией сегодня решил продемонстрировать фильм на тему мздоимства и его профилактики. Как показывает статистика, в результате внешнего анализа устранено 65 случаев коррупционных рисков. В 2003 году решением ООН 9 декабря было объявлено Международным днем борьбы с коррупцией. Каждый год нашим департаментам проводятся разные мероприятия, приуроченные к этому дню. В этом году проводится областный форум, где мы планируем наградить тех лиц, которые в течение года помогали нам в формировании антикоррупционной культуры. Как рассказали представители департамента, на сегодня во всех 368 школах региона открыты клубы юных антикоррупционеров «Адам Урпак». В них входят 25 тысяч учеников. Вместе с тем более 12 тысяч человек подписали открытое гражданское соглашение. К тому же, как показывает статистика, в результате внешнего анализа специалистами в различных сферах изучено и устранено 65 случаев коррупционных рисков, которые могли вынудить госслужащих нарушить закон. Учащиеся местных СУЗов не только грызут гранит науки, но и проводят свой досуг культурно. Сегодня прошел областной фестиваль молодежных и студенческих театров «Новая сцена-2016». Ребята, посещающие театральные кружки, представили на суд жюри свои постановки. Всего в фестивале участвовало 4 студенческих театра. Основным критерием является грамотность актерского мастерства, умение правильно доводить свою речь, то есть культура речи и, конечно же, культура сцены. Тематика направлена в честь 25-летия независимости Республики Казахстан, но все же пошли на уступок и дали произвольные темы. И это была вся информация к данному часу. Спасибо за внимание. Будьте в курсе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин